Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира» Джошуа Рейнольд, полковник Аклант и лорд Сидней, лучники. 1769 год, холст масла, 236 на 180. Большая картина. Английский живописец Джошуа Рейнольдс был первым президентом Королевской академии художеств. Картина представляет собой портрет двух английских аристократов, полковника Акланда справа и лорда Сидней, ирландского политика и дипломата. Здесь они еще молодые. Позже полковник примет участие в войне Соединенных Штатов Америки за независимость на стороне британской короны. Будет ранен в ноги, в 1777 году переживет плен и вернется на родину, где его изберут членом парламента. Но пока он не проявил себя героем, и Рейнольдс изображает его как обычного аристократа, увлеченного вместе с лордом Сидней, мохотой, всегда считавшимся великосветским развлечением. Они уже преуспели, у ног лежат трофеи. Рейнольдс представил сцену необычно живо, замечательно переданы азарт охотников и их напряженность. Кстати, в немалой степени последняя выражена упруго натянутыми тетивами луков-стрелков. Лук, ко времени, когда создавалась картина, уже был оружием прошлых времен, охота велась из оружия. Рейнольдс идеализировал момент и перенес время действия в романтически представленную эпоху Возрождения. На это намекает то, что в фигуре Акланда явно угадывается намек на другого охотника, вернее, охотницу Диану, персонажа ренессансной картины Тициана «Смерть Актиона», которая находится в Лондоне. Ну, вот такое описание нашел в книге «Великий музей мира» работы Джошуа Рейнольдса, полковник Акланд и лорд Сидней «Лучники» 1769 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok